Когда-то этот город лучился энергией, темной и опасной, но такой живой и прекрасной. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражения. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Наверняка у каждого из вас есть игра, в которую вы периодически возвращаетесь. Игра, в которую вас тянет даже несмотря на то, что вы прошли ее уже множество раз. У меня, разумеется, тоже есть такая игра. И это Mirror Sedge образца 2008 года. Впервые я узнал об игре где-то в 2007, когда Одноклассник показывал ребятам свой новый плеер с большим сенсорным экраном. И на нем он включал трейлер Mirror Sedge, который вы сейчас видите, утверждая, что это он записал свой игровой процесс. Виталя, привет. Поиграть в нее мне удалось уже только в 2010-м примерно. И с тех пор я прошел ее уже столько раз, что уже и не вспомню сколько именно. Но вот недавно я задумался, о чем, собственно, была эта игра? Нет, серьезно, вы вообще помните, о чем была Mirror Sedge? Нет? Я тоже. Неужели сюжет там настолько никакой, что даже после сотни прохождений я не могу вспомнить оттуда каких-либо подробностей? История все эти разы будто проходила просто мимо меня. Сосредоточиться на повествовании, которое большую часть времени происходит в переговорах по радио, пока ты несешься по крышам и бегаешь по стенам, довольно сложно. Поэтому, чтобы полноправно считаться адептом этой игры, я решил пройти ее в очередной раз, но на этот раз максимально вникая в историю. Игра начинается с тренировки, на которой Фейт, главная героиня, разминается после некоторого отсутствия из-за падения, которое произошло где-то там за кадром. С ней на пару тренируется еще одна бегущая по имени Целеста. Здесь ничего особенного, тут мы просто обучаемся о зампаркуре в игре, после чего даем Целесте отцовский подзатыльник, и начинается основная история. Итак, сюжет стартует с того, что Фейт нужно передать Целесте некую посылку, но по пути нас встречают копы и начинается погоня, в конце которой мы все-таки передаем ей эту посылку, но тут я случайно пропустил заставку с передачи сумки Целесте, после чего вот так забавно заспавнились копы. Даем от них дёру и цепляемся за вертолет, и потом прыгаем на это мягкое ничто. Далее нам показывают жилище Фейт, где она прослушивает полицейскую волну, откуда узнает, что по адресу, где сейчас находится её сестра, которая, кстати, коп, что-то произошло. Прибыв в офис, мы встречаем сестру на месте преступления, жертвой которого оказался Роберт Поуп, человек, который баллотировался в мэры города и который, как мы узнаем еще немного позже, был другом семьи Фейт. От сестры мы узнаем, что незадолго до смерти он ей позвонил и рассказал, что на прошлой неделе к нему вломились. Когда Кейт к нему приехала, он был еще жив, а затем она отключилась, и когда очнулась, он был уже убит из её же пистолета. Это звучит как-то странно, но да ладно, допустим. Фейт находит у битого на столе обрывок записки, где написано «Икар» и «С самой высоте». После в офис врываются копы, и нужно снова бежать. По пути встречаем этого челика, который тоже бегущий, и которого, кстати, больше никогда не встретим за всю игру. Фейт приносит записку на базу бегущих и показывает её Мерку, своему наставнику. Он говорит, что если кто-то что и знает про таинственного Икара, так это бывший бегущий Джек Найф. Мерк дает наводку, где он может быть, и Фейт выдвигается. По пути нас засекает вертолет со снайперами, от которого мы убегаем по канализации. В какой-то момент Фейт окружают, и нам нужно бежать от полиции через водосток. Но копы застают Фейт и там. Быренько в слоумо разбираемся с одним из них, потом на улице устраиваем небольшое ультра-насилие, и уже потом встречаемся с Джеком Найфом. За ним придется немного побегать, но этот ёбик в итоге падает, после чего добираемся до него, и он говорит, что к убийству Поупа может быть причастен его же охранник, Трэвис Барфилд, бывший рестлер, также известный как Роуберн. Фейт собирается навестить этого бывшего рестлера, но для начала идет к Миллеру, начальнику сестры. От Миллера мы узнаем не особо много, только то, что Кейт арестована, и как он хорошо к ней относится, и не собирается мешать Фейт выручать сестру. Не особо информативно, но окей, допустим. И вот теперь Фейт отправляется к Роуберну. Попав в здание, пробираемся к офису Роуберна через вентиляцию, и застаем его за телефонным разговором, из которого узнаем, что Икар – это некий проект. Роуберн договаривается о встрече на следующий день, называет адрес, после чего выходит из офиса, и Фейт спускается вниз, но каким-то образом срабатывает скрытая сигнализация, и в здание врывается полиция. Пытаясь от них убежать, меня чуть было не убили, так как бьют полицейские тут очень больно, но я успел сбежать. Потом нас засекает вертолет, и снова бежим, стараясь не отхватить пуль в задницу. Вообще, игра позволяет тебе избегать драки и просто пробежать дальше, но порой она вынуждает тебя защищаться, ибо если ты не избавишься от противников, пройти дальше просто-напросто не дадут. Перепрыгивая с крана на кран, перебираемся на соседнюю крышу и снова встречаемся с Миллером. Из разговора мы узнаем, что на горизонте замаячила некая частная охранная фирма, что дышит копом в затылок, ожидая, когда последние облажаются. Но отстанут они от копов и Кейт, только если Миллер выдаст Фейт, но та дает понять, что этим планам не суждено сбыться, и она сделает все, чтобы спасти сестру, после чего уходит. Итак, после всего этого Фейт все-таки приходит по адресу, что подслушала из разговора Роуберна, и видит, что неподалеку от места встречи садится полицейский вертолет. Оказывается, Роуберн договаривался о встрече с Миллером. На выходе на крышу на Фейт внезапно нападает Роуберн, но мы даем ему отпор и узнаем, что убил Попу не он, но человек, которого он нанял, и завтра у него с ним должна быть встреча в галерее Нью Эдем, после чего его убивает какой-то незнакомец, сбегает, и... снова копы. И снова ультра-насилие. Далее спускаемся в метро, и не обращая внимания на копов, просто пробегаем мимо. Далее предстоит прыгнуть на крышу поезда. В детстве, проходя этот сегмент, я жестко горел и не понимал, что да как. Я здесь постоянно умирал. Я не знал, что мне, оказывается, нужно было в какой-то момент перепрыгивать на соседний поезд, но в этот раз я затащил чисто на опыте. Выбираемся на поверхность и встречаемся с Целестой. Из разговора мы узнаем немного о прошлом Фейт. Ее родители были друзьями Поупа, организовывали протесты, довели на тогдашнего мэра города, водили ее с сестрой на митинги, но в один из городских погромов ее мать была убита, а отец, как я понял, Роскомнадзорнулся. Потом Фейт встретила Мерка, и тот предложил ей стать бегущей. Вот. Итак, направляемся в Нью-Эдем. Бежим через эстакаду сквозь Градпуль и стараясь не попасть под поезд. Когда мы попадаем в Атриум, нас встречает толпа копов. Снова немножко неизбежного ультронасилия, и мы вновь на крыше. И челик в белом тоже тут как тут. Далее Фейт встречает Джека Найфа и слегка так быкует на него, но тот говорит, что никак не причастен к тому, что ее так тепло встретили в Нью-Эдеме, и, мол, если бы и хотел убить Фейт сам, то давно бы это сделал, после чего уходит. Фейт связывается с Мерком и просит найти инфу по компании Пиранделла Крюгер. Это та охранная фирма, про которую я говорил ранее. Мерк дает Фейт инфу, где их офис, и мы отправляемся по адресу. На подходе к базе Крюгер Секьюрити нам встречается отряд снайперов. С ними, разумеется, можно вступить в бой и всех уложить, как я и делал в первые свои прохождения, но можно обойтись и без этого, и просто обойти всех стороной, как я и сделал в этот раз. Но вот дальше нам встречается отряд, который обойти уже не выйдет, и мы что? Правильно! Устраиваем ультра-насилие! Далее мы узнаем, что Икар — это проект Пиранделла Крюгер по охоте на бегущих, в рамках которого подготавливают людей, которые смогут ловить таких же, как Фейт. На одном из экранов мы видим, что таинственный челик в белом на палубе корабля в Доге. От мерк операции Фейт узнает, что ее обнаружили, и в этот момент появляются как раз все челики, что тренируются в проекте Икар. Убегаем от них по их же тренировочному полигону и скрываемся, прыгнув на крышу, так удачно проезжающего неподалеку поезда, и направляемся в порт. Прибыв на место, на крысочах пробираемся в машину, посредством которой оказываемся на корабле. На корабль нам надо, чтобы перебраться на другую сторону порта. Или порта, как правильно. На корабле, разумеется, много солдат, что жаждут нас убить. Пробегаем их мимо, некоторых придется все-таки убивать. Потом идет спокойная секция с паркуром, и далее мы выходим на противоположный борт корабля, и выходим на нужной стороне порта. Или порта. Там нас встречает тот самый незнакомец, и с ним нужно драться. Ну как драться? Пытаться выхватить пушку из рук. Дракой это сложно назвать, ибо любой твой удар он по дефолту сразу отражает. Но даже обезоружить его не выходит. Он роняет Фейд и убегает. Бежим за ним и выходим к складу контейнеров, где продолжаем сражаться. Тут происходит все то же самое, но в этот раз нам удается уложить его. Но потом оказывается, что это Целеста. Она говорит Фейд, что пыталась ее предупредить, и что нам не стоило во все это лезть. Что с бегущими покончено? Что Икар это лишь начало, и она хочет жить, а не просто выживать. Фейд спрашивает, за что убили Поупа, и мы узнаем, что он был в курсе о проекте Икар. И именно поэтому его убили, так как он мог закрыть этот проект. Фейд отпускает Целесту, после чего Мерк сообщает, что Кейт везут в полицейском конвое в тюрьму, и его нужно остановить. Для этого нам нужно добраться до адреса, где будет приезжать конвой. Там для нас спрятали винтовку. Бежим туда. Итак, чтобы добраться до винтовки, нам предстоит забраться по этой верхотуре. Раньше я на этом моменте застревал на час или два. Ну, знаете, кривые детские руки. Хотя даже в этот раз не обошлось без падений. Фейд не всегда хочет цепляться за уступы. Итак, мы в результате находим винтовку, стреляем в машину, и она останавливается. Спускаемся вниз. На этом моменте я раньше устраивал жесткое ультра-насилие. Перестреливался прям. Хотя на самом деле этого делать не обязательно. И можно просто быстренько пробежать до выхода. В идее здания, Фейд спасает сестру и говорит ей идти к Мерку. И позже сама приходит на базу, но обнаруживает погром и раненого Мерка. Он говорит, что Кейт похитили и направились в башню Мэра. И в итоге умирает. Очень жаль, наверное. Ну что, идем в башню Мэра. В вестибюле мы встречаем Миллер с двумя солдатами. И Фейд роняют. Миллер приказывает обыскать ее, но внезапно валит этих солдат. И сообщает нам, что Кейт на крыше. И теперь бежим туда. И вот очередная секция, которую я пробежал за минуту. Хотя раньше застревал тут минут на 30. А нужно было всего лишь нажать кнопку и дождаться лифта, пока прячешься за колонной. Лифт застревает и теперь спокойненько пробираемся через шахту в технические помещения. Выбираемся на соседнюю крышу, где нас встречают наши старые добрые друзья-снайперы. Решаем с ними вопросики, немножко умираем и прыгаем к нужной башне. По рации Миллер сообщает, что нам нужно в серверную, откуда мы сможем попасть на самый верх, где держат Кейт. В серверной в стиле Джона Уика раскидываем всех солдат, ломаем сервера и нам открывается выход на крышу. Там мы встречаем, ой, как внезапно Джека Найфа и Кейт у него в заложниках. Они садятся в вертушку, Фейт прыгает следом, сносят Джека и в итоге спасает сестру. Обнимашки, титры. Так, что же я могу в итоге сказать про сюжет? Ну, люблю я эту игру, конечно же, не за сюжет, а за ее геймплей. Да, пускай он может показаться однообразным, но ее короткая продолжительность вполне компенсирует это, ведь ее можно пройти буквально часа за четыре, ну, может пять. Поэтому, если вы любите стремительный и одновременно медитативный геймплей, эта игра для вас. И если вы еще не играли в нее, ну, чего же вы ждете, срочно исправляйте это недоразумение. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. И, кстати говоря, чуть не забыл, всем, кто проявил активность на видео по Forza Horizon 4, я выражаю огромнейшую благодарность, потому что ваша активность очень помогает продвижению канала. Все, теперь точно пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok